Что ж, буквально через запятую у нас экономист Борис Кушнерук, который готов уже присоединиться к нашему эфиру. Борис, здравствуйте. Добрый день, а почему через запятую? Мы имели в виду, вот небольшая у нас была пауза и через запятую вернулись в студию. Я, возможно, не слишком четко оговорила именно этот момент. Собственно, поговорим немного о деньгах. А именно есть новость, что завтра Россия могут объявить дефолт. В конце этой недели истекает 30-дневный льготный период для перевода держателям российских еврооблигаций около 100 миллионов долларов в виде процентных платежей, которые Россия должна была сделать еще 27 мая. Хотя деньги были посланы вовремя, до получателей они не дошли из-за введенных западом санкций. Честно говоря, вот на сегодняшний день, 25 июня, столько раз звучала эта фраза, вот скоро-скоро объявят России дефолт, что вот даже эта новость, которая опять, который раз упоминает о дефолте, ну как-то несерьезно воспринимается. Вопрос в том, что это некая мифологизация по поводу того, какое роль имеет, какое значение имеет дефолт для России. Я думаю, что с точки зрения экономической ситуации у России нет причин для дефолта, потому что на сегодняшний момент у нее достаточно золотовалетных резервов, госбюджет в достаточно неплохом состоянии. Таким образом, причина для неисполнения обязательств действительно связана с санкционными ограничениями. И Россия как таково в принципе, если говорить о чем дефолт страшен для любой страны, тем, что она не может выйти на рынок заимствования за рубеж. Не она, а не, как правило, компания, которая работает в этой стране. Но для России это сейчас стало неактуальным и на достаточно долгий период. То есть, думаю, далеко не на один год ни российские компании, ни Россия не сможет выйти на рынок заимствами. Поэтому с этой точки зрения будет дефолт оглашен или не будет, это абсолютно не ухудшит экономическую ситуацию в России и в российских компаниях по сравнению с тем, что есть на сегодняшний момент. Поэтому с этой точки зрения говорить о дефолте можно, но особого, скажем, практического эффекта это не будет иметь. Именно потому что, скажем, Россия сама себя загнала в то состояние, в котором она стала слишком токсичной без всякого дефолта. Хорошо. Относительно предпосылок, которые, возможно, станут дефолтом грядущим, можем поговорить относительно того, что подорожали медикаменты в России, цены на бытовую технику, электронику во время полномасштабной войны тоже выросли значительно. Это достигает порядка 25%. Вместе с тем знаем, что очень много, чтобы не быть голословным, расценки, как изменились на медикаменты. Вместе с тем знаем о том, что существенно выросла, если говорить о медикаментах, категория лекарств, которые необходимы для людей, которые страдают на астму. Там вообще порядка 45% увеличения. И вместе с тем еще есть различные новости относительно того, как и продуктовые наборы выросли в цене. Это все, собственно, сподвигает на то, чтобы говорить, что Россия уходит в какой год? В тот, который был голодный год во время существования Советского Союза? Или здесь, собственно, еще не то плачевное состояние? Давайте по частям. Очевидно, что те ограничения, которые связаны с тем, что в Россию не поставляется достаточно большое количество товаров, самых разнообразных, и не поставляется ни комплектующие, ни сырье. Это очень существенно ударяет по экономике российской, по производству, по потреблению. Это одна из причин, почему, например, курс рубля укрепился. Потому что, при том, что поступление иностранной валюты остается на достаточно высоком уровне, но при этом девать эту валюту некуда. Потому что купить на нее за рубежом Россия, российский бизнес, российское правительство не может. Там сейчас уже сказали, что давайте у нас будет параллельный импорт, то есть фактически нелегальный импорт. Но на какие-то товары это может еще и работать, но, например, на сложную технику это точно не будет работать, потому что вся сложная техника требует сервисного обслуживания. А если брать электронику, то, в принципе, ее могут вообще заблокировать для того, чтобы она была активирована на территории России. Таким образом, параллельный импорт может вообще не сработать. Поэтому тут вопрос идет о том, что для российской экономики нарастают проблемы, они не так ощутимы. Во-первых, есть некий запас прочности с точки зрения товарных запасов, комплектующих, которые позволяют еще в какой-то мере работать предприятием, работать в торговле, продавать или иначе. Но понятно, что с каждым месяцем ситуация будет ухудшаться. И этот процесс не быстрый, потому что, подчеркиваю, с золотовалютными резервами у России пока не все более-менее нормально. Чтобы заработал вот этот сенсационный режим в части энергоносителей в полном объеме, чтобы стали сказываться вот эти факторы самоограничений, когда Россия сама, пытаясь создать ситуацию энергетического кризиса, ограничить поставку газа в Европу, это будет ударять по России. Но это вопрос все-таки не одного месяца и, возможно, даже не одного года. Например, можно вспомнить Советский Союз, он вторгся, но я постоянно подчеркиваю, что я не разделяю Российскую империю со временем царской и нынешнего. Это вопрос лишь только тех режимов, которые были в 19-м, начале 20-го века, это был царский режим, потом стал коммунистический режим. Форма, а не судерзование, да. Сейчас это фашистский режим, но по сути это та же самая Российская империя. Ничего другого не произошло. Да, там в определенные периоды менялись территории, которые она контролировала, но по большому счету это именно Российская империя во всей своей красе. Поэтому тот вопрос состоит в том, что вот когда это Российская империя, советская коммунистическая периода, вторглась в Афганистан, то на тот момент, кстати, экономическая ситуация в Советском Союзе была относительно неплохая. Высокие цены на носители еще сказывались, которые выросли после так называемого энергетического кризиса 1974 года мирового, в силе того, что был создан ОПЕК и возник картель, который стал очень существенно повышать цену на нефть. Так вот, после этого в Советском Союзе был такой период относительного благосостояния, и я помню, что позднее уже люди даже шутили, что у нас и был-то коммунизм, мы просто об этом это не поняли, да, то есть во время высоких цен на носители. Но что случилось после этого? А вот после этого проблемы стали нарастать, потому что стали сказываться негативы, в том числе и связанные с тем, что Запад... Стали сказываться процессы, которые связаны с тем, что цены на органосители стали снижаться, доходы советского бюджета стали падать, а при этом затраты, в том числе и на ведение войны в Афганистане, они оставались очень высокими. Вот это как бы то, через что придется пройти снова Российской империи, только уже с Путиным, либо постпутинским правлением, потому что я абсолютно убежден, что сенсационные ограничения и максимальное снижение зависимости от российских энергоносителей, этот процесс будет нарастать, соответственно, россияне неминуемо на себя ощутят все прелести Советского Союза. Другое дело, что не обязательно это будет в чистом виде, Советский Союз. Никуда не денутся всевозможные мегамаркеты, супермаркеты и так далее. То есть то, что было создано, никуда не исчезнет само по себе. Но деградация всего этого с точки зрения и товарного обеспечения, с точки зрения возможностей для самих россиян, это, безусловно, тот процесс, через который им еще придется пройти. Борис, но если мы говорим о санкциях, одно из ключевых последствий, то, что Россия попросту теряет доступ к современным технологиям и теряет возможность развиваться экономически, так или иначе, последовательно, поступательно. Одна из опасностей санкций, которая называлась еще в 2014 году, состояла в том, что Россия некоторые высокотехнологичные вещи попросту не может у себя производить. Она их покупает на Западе, ну, либо там, возможно, в азиатских странах. В случае с определенными более простыми вещами, ну да, может сработать параллельный импорт. Но если мы говорим о медикаментах, пока еще санкции на медикаменты не распространяются, и Россия может их покупать. Да, жители России чувствуют повышение цен, они все это наблюдают, но, тем не менее, препараты есть. Если все-таки отрежут и от этого, что будет дальше? То есть это будут какие-то дженерики, которые будут закупаться в Индии, более низкого качества, либо попытаются все-таки наладить у себя производство. Ну и, наверное, распространим это не только на медикаменты, но и на технологическую сферу. То есть, что будет, по какому пути будет двигаться Россия? Импортозамещение или все-таки закупки у стран, которые еще готовы с ней торговать? Ну, знаете, если посмотреть развитие Российской империи на протяжении нескольких столетий, то это, скажем, такой процесс, который волнообразный, который связан с тем, в какой мере она получала возможность экспортировать какой-то вид сырья. И в зависимости от того, что она могла экспортировать, она получала от этого доходы, которые позволяли ей экономически развиваться. При этом, в какой-то мере, налаживая и какие-то производства внутри страны. Но очевидно, что если мы посмотрим на структуру российской экономики, это чисто сырьевая экономика. И она чрезвычайно будет зависеть от внешних товаров, внешних технологий и так далее. И это, ну, скажем, очень непростой процесс, даже при самом грамотном экономическом управлении перенастроить экономику для того, чтобы она превратилась из сырьевой в высокотехнологическую. Это далеко не так просто. По многим причинам в том числе и связано с тем, что должна очень хорошо работать связка промышленности, то есть реальный сектор и наука. В России при том, что есть огромная прибыль, связанная с экспортом сырьевых товаров, это делает невыгодным и во многом бессмысленным вот это высокотехнологическое производство, что в свою очередь и приводит к тому, что эти отрасли не развиваются. А эта война как раз еще и показала, что так называемая хваленая военная техника, российская, НАТО, по большому счету, тоже из себя ничего не представляет и по сравнению с западными образцами в большинстве своем крайне слаба. Если мы видим, то сейчас Россия отстреливает и стреляет тем, что было произведено, еще бог знает когда, там 60-е, 70-е, 80-е годы. И это, конечно, да, этого много у России, но это с точки зрения современной войны, это тоже показатель того, что Россия чрезвычайно уступает технологически западным странам, и это тоже будет ограничивать в том числе и продажу даже вот этой техники, которую они пытались продавать за рубеж, пытаясь создавать некие, ну скажем, хотя бы видимость высокотехнологического производства. Если и это тоже будет уходить, то Россия будет еще более примитизироваться. Поэтому тут это как бы процесс комплексный, потому что я думаю, что с падением доходов от энергоносителей, которые мы увидим со следующего года, то есть если в этом году мы будем видеть высокие цены на энергоносители, которые будут компенсировать падение физического товарного экспорта, то есть физического экспорта этих энергоносителей, то в следующем году и в 2024 году мы увидим, как это будет отражаться не только на общем падении товарного экспорта, так и стоимостного, то есть в стоимостном выражении экспортный счет очень и очень сокращается, соответственно, это будет создавать проблемы, которые, ну, я абсолютно убежден, что Россия в существующем виде не переживет. Посмотрим просто, в какой мере новое российское руководство будет способно отвечать тем вызовам, которые стоят перед Российской империей. Вот я озвучу немного статистики относительно Индии и Китая, которые за последние несколько недель, ну, собственно говоря, как по мне существенно прикладывают в помощь российской экономике. Индия в период с 27 по 15 июня нарастила закупки российского угля в шесть раз по сравнению с прошлым годом, а нефть увеличила в 31 раз. Вместе с тем, Вашингтон-Пост пишет, что китайский импорт российской нефти в мае этого года стал рекордным с момента полномасштабной войны в Украине. Ну, для начала, действительно ли вот такие увеличения объемов, как угля и нефти, существенно помогают российской экономике в условиях санкций, которые введены против нее Западом? И если такие увеличения происходят в последние несколько недель, правильно можно ли говорить, что Россия переориентируется теперь на Азию? Тут необходимо понимать. Да, безусловно, на сегодняшний момент Россия переориентировала в значительной мере, по крайней мере сейчас, свои поставки на азиатский рынок. Другое дело, что она существенно теряет в цене. То есть она вынуждена продавать с очень большим дисконтом. Плюс к этому надо понимать, что там есть еще проблема транспортного ключа. То есть затраты на транспортировку достаточно существенные, на страховку существенную вырастают, за которые тоже приходится платить фактически из вот этих доходов. Поэтому, да, безусловно, на сегодняшний момент эти высокие цены на энергоносители они стимулируют век очень больших экономики, индийская и китайская. Покупать там, где дешевле и Россия, которая вынуждена продавать с дисконтом, является вполне выгодным продавцом. Другое дело, что я подчеркиваю, что это будет работать в этом году, возможно, в следующем году. Но в дальнейшем ситуация будет только ухажаться. И более того, когда ты зависишь от определенных рынков, в данном случае от рынков Индии и Китая, то это очень рискованно для самой России, потому что что дальше делать, если в силу многих факторов там начнут сокращать потребление? А что делать, если мировой рынок стабилизируется и без, скажем, вот этой составляющей российские энергоносители, в этом случае их просто не будут покупать. И в этом случае общий, скажем, баланс экспорта, производства потребления экспорта и импорта, он будет быстро, но уже без участия России. В этом случае цены на энергоносители начнут сокращаться. За счет просто того, что некоторые страны увеличат, например, производство, усилится процесс энергосбережения и так далее. И это приведет к тому, что Россия просто лишится и этих рынков, и зависеть от этих покупателей будет еще больше. Поэтому подчеркиваю, санкционный режим, я об этом не раз говорил и в вашей студии, о том, что санкционный режим это долгосрочная игра, это игра на недопущение следующей войны. И ослабление будет идти стратегическое до той меры, до того уровня, когда начнется полный распад. Вот это фактически мы наблюдали с 79-го года по 90-е, по развалу Советского Союза, ну вот скажем, падение коммунического режима Российской империи. Так вот, сейчас это будет происходить только уже на более, скажем, на следующем этапе, когда мир будет отказываться от, вообще отказываться от российских энергоносителей, для того, чтобы не зависеть от неадекватных правителей этой страны. Поэтому это вопрос времени. Да, не так быстро, как бы нам хотелось бы. Сегодня, на завтра российская экономика не упадет, россияне не станут очень бедными и так далее. Но то, что это процесс, и процесс, который уже остановить будет невозможно, это факт. Борис, еще такое уточнение. А вот такими увеличениями поставок нефти с России в Китай, Китай не нарушает санкции? Нет, формально нет. Китай является, ведь санкции действуют только, ну, по принципу тех стран, которые его устанавливают. Другое дело, что китайские компании осторожно относятся к закупкам. Они смотрят, в какой мере это не может привести к удару по ним со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, и Великобритании, и Швейцарии. Кроме этого, фактически, поэтому-то Россия вынуждена продавать с таким дисконтом, потому что другие не берут. То есть, в этом случае покупатель рискует потенциальным для рисков. Но, еще раз говорю, подчеркиваю, энергоносители являются все-таки товаром, который, ну, то, что относится к комодитис, сырью, и оно не имеет национальности в чистом виде. Тут только можно говорить о том, что это сырье Россия вынуждена продавать с очень большим дисконтом. И это еще все-таки в условиях, скажем так, вот такого дисбаланса и турбулентности, которая формируется на энергетическом рынке, которая приводит к росту цен. Посмотрим, что будет, когда в следующем году уже будет выстроена новая система мирового производства энергоносителей. И тогда из этого, скажем, баланса будет исключаться Россия. Вот когда она будет исключаться из этого баланса, когда зависимость от российских энергоносителей сократится, вот тогда цены на доходы от энергоносителей для России будут очень-очень существенно сокращаться. Поэтому на сегодняшний момент да, Китай и Индия в том числе в силу того, что они нуждаются в энергоносителе, в силу того, что цены энергоносители выросли в мире и когда есть возможность приобрести эти энергоносители с достаточно существенным дисконтом, то они уже действуют достаточно цинично, но покупают это у страны, которая, безусловно, становится мировым изгоем. Борис, еще одна новость, которую обсуждают уже не первый день и даже, наверное, не первую неделю в интернете о том, что российские банки ужесточают правила проведения валютных операций. То есть это и отрицательные ставки за хранение валюты в долларах или в евро и комиссии за переводы, что достаточно сильно усложняет жизнь людям, которые зарабатывают деньги в определенных европейских компаниях. Допустим, вот YouTube-блогер жалуется на то, что получил перевод, который полностью был поглощен комиссией банка. Вот о чем говорят вот такие меры, на ваш взгляд, что это за санкции против собственных граждан со стороны российских банков и куда они ведут? Ну тут она как бы эта история из нескольких составляющих состоит. Первое, это то, что в принципе российские банки сталкиваются с проблемой, а что делать с этой валютой. Ну вот к вам пришли на счет клиента валюты. В классическом варианте российские банки имели возможность или выдать кредит валютный, или купить какие-то активы, ценные бумаги за рубежом. Но сейчас такой возможности нет. Соответственно, у тебя есть валюта, которая тебе по большому счету ничего не дает, а затраты на обслуживание всех этих транзакций есть. Ведь сами-то затраты никуда не деваются, это даже без учета еще одного фактора, который является проблемой, это то, что многие банки отрезаны от свифта. И фактически у них есть возможности проводить расчеты, но ограничения ведут к тому, что затраты на транзакции возрастают. Итак, у них есть возрастающая затрата на транзакции с этими переводами, но при этом самой пользы от этих валютных вкладов они никакую не получают. Поэтому они начали вводить эти комиссионы за переводы, которые иногда оказываются больше, чем сама сумма перевода. То ли же говорит о том, что держать тогда и держать там счета в этих банках бессмысленно. И это будет приводить к тому, что клиенты просто будут потихонечку переводить счета в те банки, немногочисленные, которые вообще будут способны проводить транзакции. Но снова таки будет вопрос, а что делать с этими валютными депозитами, валютными суммами. При этом еще и парадокс в том, что граждане не могут купить валюту. Но это лишь будет приводить к тому, что будет возрастать роль теневой экономики и теней, когда люди будут, то, что называется бегство капитала будет происходить, люди все равно будут пытаться купить иностранную валюту и держать ее просто уже у себя где-нибудь под подушкой, условно говоря. Потому что они не будут доверять ни банкам и не будут доверять рублю. Потому что то, что сейчас рубль укрепляется, да, это так показатель вот этого огромного дисбаланса между экспортной выручкой и очень ограниченной импортом. Который поведет тому, что девать валюту некуда, поэтому она падает в цене по отношению к рублю. Но это же достаточно показательный парадокс. С одной стороны, у вас рубль укрепляется, но при этом растут цены и очень существенные цены на импортную продукцию. То есть получается, что реально этот импорт вырастает в цене очень существенно. То есть импортная инфляция она выше, чем та, которую россияне видят на цене. Потому что получается, что все импортные товары очень-очень существенно вырастают в цене. И это еще далеко не конец этой истории, потому что понятно, что когда станет ясно, что нельзя вообще покупать ни мобильные телефоны, кроме китайских. И то посмотрим, что из китайских можно будет купить, потому что технологически Китай очень существенно зависит от американских компаний и любые ограничения, которые не могут ввести эти американские компании по поводу продаж в Россию, они могут привести к тому, что китайские технологические компании тоже откажутся что-либо продавать из электроники, продавать на российский рынок, что создаст очень-очень большие проблемы с точки зрения цены показателей, чего-то сколько стоит. И понятно, что даже при самом хорошем раскладе вот так взять из импортозамещения, что мы тут будем производить российские телевизоры, либо российские компьютеры, либо российские мобильные телефоны, это иллюзия. На это требуется очень много лет, это практически речь идет о десятилетиях, 15-20 лет очень напряженной работы для того, чтобы выстроить те производства, которые необходимы для создания этой индустрии. Россия не способна на подобные вещи. Еще она могла построить металлургические заводы с огромными потерями, тратами и так далее, то есть еще более-менее грубые такие производства, но когда речь о высокотехнологических областях, то шансов на это у нынешей России просто нет. Это не вопрос какого-то попытки унизить россиян, это просто понимание экономической закономерности, что это будет невозможно. Поэтому вот эти процессы негативные, подчеркиваю, они будут идти по нарастающей, и это то, что называется переход из качества в количество. то есть когда вот эти качественные ухудшения, они неминуемо приведут их к количественным ухудшениям, причем очень существенным, но для этого потребуется некоторое время, несколько лет так точно, но то, что этот процесс уже остановить невозможно, это факт, потому что западные страны просто не будут хотеть попадать в новую зависимость от чего-либо, что производится и поставляется с Россией. Что ж, Борис, здесь мы будем с вами уже прощаться, благодарить вас за интересный разговор, до новых встреч, напомню, что с нами был экономист Борис Кушнерук, спасибо вам большое. Спасибо.